Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем на родине РП Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путболов и не забывайте водить Моник при регистрации. Если вы видите Моник и прокатить третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому обязательно водите Моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас будет новое видео и в этом видео я хочу поработать дальнобойщиком от первого лица, если у нас это получится, конечно. Потому что как бы есть вот такая вот тема от первого лица и она действует также в машинах, вертолетах, я думаю, тоже действует. Я сегодня хочу поработать таким образом дальнобойщиком, мне кажется, это будет очень прикольно. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте постараемся на этом видео набрать 50 лайков, я вам буду очень благодарен. Ну а тем временем давайте я сяду сейчас в вертолет, только мы выключим вид от первого лица, потому что сейчас полетим на базу. Здесь одна база есть, получается, в Батырево и одна база есть еще, по-моему, около Анашана. Но я не знаю, куда мы именно поедем. Ага, в вертолете тоже есть вид от первого лица, пацаны. Ну это реально очень круто. Сейчас давайте полетаем от первого лица. Нам лететь, короче, в Батырево, пацаны, это не так уж и далеко. Но я решил полететь именно на вертолете, потому что я на нем мало передвигаюсь, но на самом деле на вертолете передвигаться намного удобнее и очень круто от первого лица особенно передвигаться. Вот здесь у нас, короче, находится база. Но сегодня мы поработаем дальнобойщиком. Просто покатаем рейс, отдохнем, так сказать, пообщаемся с вами. Я думаю, это будет реально круто. Тем более у меня улучшение куплено, получается, дальнобойщика, самый высокий скилл. Вот, смотрим, здесь есть, по-моему, максимальный навык дальнобойщика. У меня эта тема куплена. Давайте возьмем вот такую вот фуру и на ней сейчас поедем кататься. Катать рейсы. Так, аренда ее стоит 250 рублей. Я, в принципе, согласен. Заводим. Я, правда, не знаю, куда нам будут ехать, потому что, ну, как бы здесь написано, либо Южный, либо Арзамас, либо еще что-то. Нам теперь надо посигналить, и у нас, получается, идет загрузка 30 секунд. И мы уже потом поедем катать рейс. Все, загрузка у нас успешно закончилась. Я включил уже вид от первого лица. Конечно, вид от первого лица очень хороший, удобный, все видно. Но проблема в том, что салон не прорисованный. Вот в этом самый большой косяк, то, что салон вообще почти не прорисован. А как карту открывать? Ну, как бы, как вам показать? Вот, я нажимаю. Но ничего не происходит, блядь. Что за хердя? Ладно, окей. Блин, жалко я это не снимал, но я только что подъехал, и меня прицеп перекинул через забор. Это просто жесть. Я не знаю, что за прикол. Какой-то баганный прицеп, либо я не знаю. Я выбираю маркер, хочу открыть карту. В машине маркер, ну, карта не открывается почему-то. Я не знаю, почему. А вот, ну, как я по-другому посмотрю, куда мне ехать? Типа, ну, я не знаю, где амунация находится. Ну, какая где амунация? Вот, мы подъезжаем. А вот, карта открывается теперь. Я не знаю, что это за бред был, но я вам показывал, что я нажимал. Так, амунация, получается, у нас в южном находится. Хорошо, все, поехали в южный, пацаны. Конечно, пацаны, фура очень медленная. Она едет максимум... Я даже не вижу, сколько. Давайте, кстати, от первого лица будем ехать. Так будет поинтереснее хотя бы, потому что я хотел именно покататься от первого лица. Да, слончик здесь вообще убогий, прям до горя просто, но... Зато от первого лица едем, пацаны. Я считаю, это прикольно. Нам ехать в южный, но скорость у нас максимальная 120 почти, да? Ну, сейчас только что горочка была. Ну, да, где-то 120 км в час у нас максималка. Это довольно-таки мало. Хотя у меня крузак только 180 едет. Ну, хотя, ладно, это нормально, да, фуры. По рпшности, возможно, это нормально. Но смотрится довольно-таки хорошо вид от первого лица. Мне всё очень нравится, только если бы ещё был хороший салон. Возможно, можно попробовать скачать заменку какую-то. Уже потом попробовать ещё поездить, чтобы был нормальный салон, там и так далее. Тем более настраивать вид можно, типа, выше, ниже, там, вправо, влево. Это всё можно настраивать, в принципе. Поэтому можно будет какую-то заменку поставить, чтобы был хороший салон. И тогда ещё покатать. Потому что, ну, как бы, вид от первого лица это хорошо. Но с таким убогим салоном не очень хочется ездить. Но я всё-таки всё равно попробую. И мы так доедем до конца. Всё, пацаны, я, короче, доезжаю уже. Было два зелёных светофора. Вот, нам нужно доехать на эту метку. И мы получаем 8500. Кстати, это очень даже неплохо. Пацаны, я, короче, что-то подумал. И будет интереснее, если я поеду на другую базу и буду возить бензин, как бы. Первый рейс мы сделали, это омунация. Мы приезжали туда. Патроны, оружие. Я не знаю, что мы там везли. А в следующий рейс я хочу взять именно на заправку. Поэтому сейчас мы едем на другую базу. И, кстати, без прицепа у фуры максималка 150. Не 120, как с прицепом мы ехали, а 150. То есть прицеп реально тяжёлый. И за него максималка уменьшается на 30 километров. Вот здесь другая база находится, пацаны. У нас там фуры есть. Так, как бы мне туда развернуться? Можно как-то Ун Рент там прописать? Ну, я так понял, нам придётся сдать 120 секунд. Это 2 минуты. Ну, ладно, давайте подождём. И потом уже арендуем другую фуру. Так, я, короче, закончил аренду другого грузовика. И здесь аренда стоит 20 тысяч. 20 тысяч рублей. Мне кажется, как-то много. Там 250 рублей стоило. Здесь 20 тысяч. Возможно, здесь просто больше платят. Я не знаю. Типа, ну, ладно, давайте. Минус 20 тысяч, типа. Это залог? Мне, типа, вернуты деньги потом или нет? Я просто не знаю. Так, нам нужно, короче, взять прицеп. Так, выберите правящий заказ. Так, вот 16 тысяч есть. Ну, да, здесь, кстати, больше платят. Так, Арзамас, Арзамас, Арзамас. Так, давайте возьмём вот Арзамас, самый первый. АЗС номер 20. Так, берём, окей. Блин, мне кажется, здесь мы намного больше заработаем. Так, теперь нам нужно ждать 10 секунд, чтобы у нас загрузилась фура. Блин, я теперь понимаю, почему здесь залог 20 тысяч. Потому что здесь очень даже неплохо платят. Учитывая то, что у меня ещё максимальный скилл дальнобойщика, мне, по идее, должны заплатить будут в 2 раза больше. Так, а куда нам ехать? Куда-то вон туда. А куда именно, я не знаю. Скорее всего, это Батырево. Ну что ж, пацаны, как я и думал, это АЗС возле моего дома, который находится. Знаете, рейс везу возле своего дома. Вон мой дом там находится. Сейчас развернёмся, чтобы по встречке просто не ехать. На самом деле, очень удобно перволица ездить. Вообще не напряжно. Типа, ну, всё видно. Даже вот, если поворот назад, можете срить на свой прицеп. Просто так разворачиваемся сейчас аккуратненько. Ага, у нас не получится. Давайте назад задим. И реально кайфово. Я бы ещё реально постримил бы. И работал бы в дальнобойщиках на стримах. Потому что реально мне очень понравилось. Как бы, да. Да, зарплаты, конечно, здесь не очень возможно. Сейчас не знаю, сколько мы получим. Потому что, ну, как бы, в амунацию ездить не очень выгодно. А вот бензин возить, это выгодно на самом деле. Так, вот, подъезжаем сюда. И мы получаем 20 тысяч. Ну, кстати, неплохо. Если за каждый рейс мы так будем получать, то это будет реально очень круто. То есть, 5 рейсов, это уже 100 тысяч. Мне работа очень понравилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И если вы хотите ещё какие-то серии с дальнобойщиками, то пишите в комментариях. Может, там час поработать на дальнобойщиках. Либо можно постримить будут дальнобойщики на втором канале. Пишите, короче, всё в комментариях. Всё читаю, поэтому пишите, не стесняйтесь. Предлагайте свои идеи, что можно поснимать на родине. Всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok